Старик из Стеклянной горы Одному славному королевству не повезло. Попался ему в короли Самодур. Однажды он построил гладкую стеклянную гору, полюбовался на неё, а потом и говорит, «Кто на самую вершину стеклянной горы вбежит и не упадёт, тот и будет мужем принцессы». В королевстве жил человек, который без памяти королевну любил. Он и спросил у короля, может ли он получить руку его дочери. «То отчего ж, — сказал король, — если он может сбежать на диковинную гору и не шлёпнуться, тогда кто бы возражал, — женись?» А королевна сказала, что она сама с ним хочет на ту гору сбежать, чтобы поддержать его, если он вдруг падать станет. Видно, и человек этот принцессе приглянулся. И вот побежали они вместе. И когда они были уже на середине горы, королева поскользнулась, упала, а гора стеклянная под ней разверзлась, и она туда провалилась. Жених бедняга даже не мог показать, где именно провалилась, потому что гора опять тотчас же закрылась и сгладилась. И он стал сокрушаться, да печалиться, да и король тоже загрустил, приказал тотчас стеклянную гору сломать в надежде, что ему как-нибудь удастся вытащить из-под неё дочь. Но он не отыскал, куда она под горой провалилась. Между тем королевна провалилась глубоко под землю и попала в большую пещеру. Тут встретила она старика с большой седою бородою, и тот ей сказал, что если она хочет у него быть служанкой и всё то делать, что он ей прикажет, то он её оставит жить у себя. А если не хочет, то тут же ей погибель. Делать нечего. Стала принцесса выполнять всё, что он ей приказывал. А старик с утра вынимал свою лестницу из кармана, приставлял её к отвесному склону скалы и, взобравшись по ней, уходил. Лестницу свою он всегда забирал с собою. В это время принцесса должна была варить ему кушанье и стелить постель и всю другую некоролевскую работу выполнять. Когда старик возвращался домой, то каждый раз приносил с собой кучу золота и серебра. Прожила у неё принцесса много лет. Старик с большой сетой бородой уже совсем одряхлел и стал называть её госпожа Монс-Рот, а ей позволил называть себя старым Ринкранком. И вот однажды, когда старика не было дома, королевна, постелив ему постель и вымыв посуду, заперла все окна и двери накрепко, а небольшое окошечко наверху открыла, чтобы свет через него проходил. Когда старый Ринкранк вернулся, то постучал у дверей и крикнул «Госпожа Монс-Рот, отвори мне дверь». «Нет», — отвечала она, «я не отворю тебе двери, старый Ринкранк». Когда он сказал «Ужин ты уже готовишь?» «Нет». «Ужин я уже приготовила», — ответила она. А он опять за своё. «Ты постель уже готовишь?» «Нет, я постель уже сготовила», — отвечала она. А он опять ей то же самое. «Отворяй дверь скорее». А она всё не отворяла ему. А так как она всё не отпирала ему, то он убежал весь свой дом кругом, увидел, что открыто наверху маленькое окошко. да и подумал. «Ха-ха-ха, дай-ка я загляну в окошечко, посмотрю, что она там делает и почему она мне дверь не открывает». Захотел он только в окошечко заглянуть, как длинная борода ему мешает. Вот он и вздумал сначала в окошечко пропустить свою бороду, а потом уже просунуть голову. Но королевна, как завидела бороду, так и захлопнула окошечко и защемила в нём бороду. Тут стал он жалобно кричать и упрашивать, чтобы она ему бороду выпустила. Она отвечала, что не выпустит, пока он не отдаст ей ту лестницу, по которой он поднимается в гору. Хочешь, не хочешь, а должен он был ей сказать, где у него-то лестница припрятана. По этой лестнице выбралась она на землю, пришла к отцу и рассказала ему, где она была. Очень обрадовался король и жених тоже. И вот сошли они вглубь горы, разыскали там старого Ринкранка со всем его серебром и золотом. Король приказал старого Ринкранка изрядно наказать, чтобы он зубрил математические правила столько лет, сколько у него в заточении была принцесса, а всё его золото и серебро с собой захватил. Ну, тут королевна обвенчалась со своим прежним женихом, и зажили они в радости. А в старике с большой седой бородой вскоре обнаружили счётные способности, потому как упражнение делает чудеса. Стал старик считать казну, и все остались довольны. Умная Гретель Жила-была кухарка, звали её Гретель, носила она башлаки на красных каблуках, и как выйдет, бывало, в них из дому, повернётся то в одну, то в другую сторону, обрадуется и подумает. А я, однако, девушка красивая. Вернётся домой, хлебнёт на радости клоток вина, а после того, конечно, и ей захочется. Вот и начнёт она пробовать самое вкусное, что готовит к обеду. Всё попробуй, пока не наестся вдоволь, потом скажет. А ведь кухарка должна знать, вкусна ли пища. Вот раз хозяин ей и говорит, Гретель, выньте ко мне гость придёт, зажарь мне две курицы, досмотри, чтоб повкуснее вышло. Ладно, хозяин, я уж сготовлю. Зарезала она кур, ощипала, насадила на вертел, и понесла их в печь жариться. А дело было уже под вечер. Начали куры поджариваться, и были совсем готовы, а гость всё не является. Вот и говорит Гретель хозяину. Ну, если гость не придёт, то надо кур из печи вынуть. Какая будет досада, если их сейчас не съесть. Ведь они-то сейчас в самом соку. Хозяин говорит, ну, раз так, я сам побегу за гостем. Только хозяин ушёл, отставила Гретель вертел с курами в сторону, а сама подумала, если долго придётся стоять у печки, ты ещё вспотеешь, и пить захочется. Почём знать, когда они там явятся, сбегаю-ка я в погреб и перехвачу глоточек. Спустилась она в погреб, подставила кружку и говорит, «Да поможет тебе господь Бог, говорит». И хлебнула порядочный глоток. «Ах, венок, вену тянет, нехорошо отрываться». «Отрваться». Выпила ещё порядочный глоток. Пришла она и поставила кур снова на огонь, помазала их маслом и стала поворачивать вертел. А жаркою пахло так вкусно, что Гретель подумала, «Мне будто чего-то не достаёт, надо бы кур отведать». Потрогала она пальцем, лизнула и говорит, «Ой, какие вкусные куры, ну, ну, прям-таки грешно не есть их теперь же». Подбежала она к окошку поглядеть, не идёт ли хозяин с гостем, видит, нет никого. Подошла она снова к курам и подумала, «Одно крылышко подгорело, будет лучше, если я его съем». Отрезала она его, съела, и как же оно ей по вкусу пришлось. Съела она и подумала. «Надо будет и другой отрезать, а не то хозяин заметит, что чего-то не достает». Съела она оба крылышка и пошла опять поглядеть, не идёт ли хозяин, но видит, что его нету. «А кто знает, может, они вовсе не придут, пожалуй, куда-нибудь зашли? Эй, Гретель, будь веселей, одна уже начата, выпей-ка ещё глоток вина и съешь её всю целиком, а как съешь всё, ты успокоишься, чего божьим удару пропадать?» Бегала она ещё раз в погреб, хлебнула порядочный глоток и на радость их съела курицу. Не стала одной курицей, а хозяин домой всё не возвращается. Посмотрела Гретель на другую курицу и говорит, «А где одно, там и другое. Одно к одному приходится. Что правильно для одного, то и для другого справедливо. я так полагаю, ежели выпить ещё разок, то от этого никакого вреда не будет». Хлебнула она ещё порядочный глоток и вслед за первой покончила и софтаракуза. Наелась она волю, гостю. А тут приходит хозяин. «Ну, Гретель, живей, сейчас гость придёт». «Ладно, хозяин, я всё приготовлю». Посмотрел хозяин, накрыт ли как следует стол, взял большой нож, чтоб кур разрезать, и начал его тут же точить. Приходит как раз в это время гость стучится вежливо и тихонько в дверь. Гретель бежит посмотреть, кто там такой, увидела она гостя, приложила палец к губам и говорит ему. «Тише, тише, скорее убирайтесь отсюда, если хозяин вас поймает, то плохо вам придётся. Он хотел вас пригласить на ужин, но у него одно на уме, как бы вам уши отрезать, слышите? Вот он и нож для этого точит». Услыхал гость, что нож натачивают и давай бежать со всех ног с лестницы, а Гретель не будь лениво бросилась хозяину с криком. «Хорошего вы гостя пригласили, нечего сказать». «Гретель, а что такое? Что ты говоришь?» «Да вот, выхватил из миски обе курицы, которых только что подавать собиралась и убежал с ними». «Вот так так». И жаль стало хозяину хороших кур. «Ой, хотя бы одну мне оставил на ужин». И он крикнул вслед гостю, чтобы тот остановился, но гость сделал вид, будто ничего не слышит. Кинулся хозяин вслед за ним, как был с ножом в руке и закричал. «Одну только! Одну только!» Хозяин хотел сказать, чтоб гость оставил ему хотя бы одну курицу и не брал бы обеих, а гостю показалось, что тот требует дать ему одно ухо, и, как угорелый, бросился домой, чтобы как-нибудь да спасти свои уши! курицу ее Субтитры создавал DimaTorzok